Сегодня Равин Шнайдер начинает помазанную серию проповедей «Потерянная жизнь». Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Божий благословение и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на особый выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня у меня есть слово, которым я очень хочу поделиться с вами. Название довольно интересное. Назвал я его «Потерянная жизнь». К концу послания вы поймете, что это игра слов. Возможно, будет продолжение. Посмотрим, как пойдет. Давайте начнем с молитвы к Небесному Отцу. «Отец Небесный, мы любим тебя и поклоняемся тебе. Ты сказал, что пошлешь нам свое слово, и оно исполнит все, что оно должно исполнить. Отец, я молюсь, чтобы твое слово сегодня было острее меча, проникая в разделение души и духа и меняя нашу жизнь в образ твоего славного Сына. Отец, будь прославлен сегодня на этом месте во имя Иешуа Хамашиаха». Давайте начнем с Писания. Будем читать с вами с 1-го послания Коринфянам 3-й главы. «Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает во веки». С 11-го стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Отсюда мы понимаем, что у нас с вами есть возможность растратить нашу жизнь впустую. Павел говорит здесь, что то, что мы делаем, имеет значение. То, что мы делаем, имеет значение. Почему же я это говорю? Потому что многие из нас проживают свою жизнь пассивно. Мы не осознаем, что мы подотчетны Господу за каждое наше слово, каждую мысль, над которой мы размышляем, за каждое наше решение, за то, как мы относимся к жене, мужу, как мы относимся к друзьям, близким, работодателям, как мы относимся к людям на дороге или в магазине, или в других местах, в которых мы бываем. Все, что вы делаете, имеет значение. Иисус сказал, что даже чашка холодной воды, данная во имя его, не останется незамеченной. Послушайте меня. Некоторые из нас думают. Будь что будет. На самом деле это не по-библейски. У Бога есть план. Есть такое понятие, как предопределение. Но с ним не стоит перебарщивать. Если вы задавались вопросом, есть ли термин «предопределение» в Библии, то посмотрите в симфонии и увидите, что он используется много раз. Да. Предопределение — это часть Божьего плана. Но вторая часть уравнения в том, что у нас с вами есть свободная воля, и мы с вами подотчетны Богу. Люди уникальны тем, что у нас есть воля. Так говорит Писание. У нас с вами есть воля, и Бог дает нам ответственность за наш выбор. В Торе сказано, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты потомство твое». В послании к Коринфянам мы прочли о том, что Бог дал нам жизнь. Но мы строим эту жизнь с помощью наших решений, мыслей, поступков. Если мы делаем правильный выбор, то будем строить нашу жизнь из золота, камня и драгоценных металлов. А когда вернется Иисус, мы получим награду. С другой стороны, если мы не живем ответственно, если мы не берем ответственность за свою жизнь, то в конце нашей жизни мы столкнемся с потерей. Иисус сказал, что даже то, что Он дал нам, отнимется у нас. Послушайте меня, дорогие братья и сестры. Вы можете впустую растратить свою жизнь. Скажу это иначе. Мы с вами можем прийти к концу своей жизни, так и не достигнув нашего потенциала. От нас с вами зависит, достигнем мы этого потенциала или нет. Мы продолжим читать. Есть еще один замечательный отрывок из Писания. Это уже Евангелие от Матфея, 25 глава. Из него мы узнаем, что мы рождаемся в этот мир с определенным количеством таланта. Что же такое талант? А вот талант — это способность, которую дал нам Бог, чтобы быть благословением для других людей, для этой земли. Талант — это наша способность быть благословением. И Бог дает нам определенную меру таланта. Но важно не то, сколькими талантами вы были награждены, а то, что мы делаем с этими талантами или дарами. Если вы еще не посвятили свою жизнь Иисусу, то я хочу вам кое-что сказать. Возможно, вы очень одаренный человек. Кстати, я вчера смотрел программу, которая так и называется «Маленькие, огромные таланты» со Стивом Харви. Стив Харви находит детей с интересными талантами. В программе был один мальчик. Кажется, ему было лет 8 или 9. Он играл на пианино, как Моцарт или как Бетховен. Это просто невероятно. Он уже несколько раз выступал в Карнеге-холл. Наблюдая за этим ребенком, становится понятно, что это сверхъестественный дар с неба. Иначе как бы он мог так хорошо играть на пианино? У него не только талант, но и желание учиться этому делу. Многие люди имеют сверхъестественные таланты от Бога. Но многие из них не используют эти таланты для того, кто дал им их. Библия говорит, что все от Него, через Него и для Него. Я имею в виду нашего Бога. Он дал нам все, и к Нему это должно быть направлено. И в конце концов, к Нему все это и придет. К сожалению. Бог дает нам дары, но вместо того, чтобы посвящать эти дары Ему, мы впустую тратим их на себя и для своего удовольствия. В этой притче, о которой я вам рассказывал, сказано, что всем нам даны эти таланты. Не всем дано одинаковое количество талантов. Важно не то, сколько талантов вы получили, а то, что вы сделали с тем, что дал вам Бог. Поэтому, если перед вашими глазами всегда будет перспектива того, что посвященные дары принадлежат Ему, тогда вы будете мудро распоряжаться своими талантами. Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к озлу. Часто мы относимся к ним как к источнику безопасности. Но когда мы считаем источником нашей безопасности деньги, а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идола. Вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца, и мы должны принять решение, кому мы будем доверять, и кто наш источник безопасности — Бог или деньги. В нашей плоти идет война, но давайте поставим Бога на первое место в наших финансах. Духовный принцип гласит, когда мы питаемся от какого-то служения, то нам нужно благословлять финансами то самое служение, которое благословляет нас духовно. А делать это нужно, чтобы поддержать его работу. Дорогие, не позволяйте деньгам стать корнем зла в вашей жизни. Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Пусть деньги будут нашим инструментом, а не господином. Шалом вам! А теперь вернемся к сегодняшней программе. Итак, откроем Евангелие от Матфея. Я прочту вам 25 главу стихи с 14 по 27. Слушайте внимательно. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. То есть ничего с ним не сделал. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, а вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. А в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, а вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый, раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. Я, придя, получил бы мое с прибылью». Хочу повторить то, что я сказал. Таланты — это способности, которые Бог нам дал, чтобы благословлять других и строить его царство. Мы читаем здесь о том, что Бог определяет размер таланта, который получает человек. Бог определяет размер таланта, с которым рождается человек. Но вы определяете, что вы будете делать с этим талантом. Бог определяет объем данного таланта, а вы определяете его умножением. Думаю, это понятно. Бог дал нам повеление умножать то, что Он нам дал. В том же Евангелии от Матфея 13 главе 8 стихе Иисус сказал удивительные слова. «Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать». Многие из вас слушают меня сейчас и думают, «Небесный Отец, я хочу принести тебе стократный урожай». Мы только что читали, как Иисус сказал, «Одни возьмут и приумножат то, что Я им дал во сто крат, а другие в шестьдесят, иные же в тридцать». Если вы любите Иисуса, то, конечно же, хотите принести Ему стократный урожай. Но то, что вы этого сильно хотите, не означает, что вы это сделаете. Иисус сказал ученикам, «Молитесь и бодрствуйте». Они хотели молиться, но что они сделали? Они уснули. Иисус сказал, «Дух желает, но плоть, она немощная». Послушайте. Лишь потому, что мы хотим умножить то, что Бог дал нам во сто крат, это не означает, что мы это сделаем. Если вы собираетесь умножить то, что дал вам Бог, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, или даже во сто крат, то вам придется принять сознательное решение посвятить себя Иисусу, полностью посвятить свою жизнь Богу и Его воле. У нас с вами осталось не так много времени. Итак, либо Иисус скоро вернется, либо мы с вами перейдем в вечность. Поэтому мы больше не можем откладываться. Если вы хотите иметь стократный плод, то вам прямо сейчас нужно принять решение и по-настоящему отдать всего себя Богу. «Просто скажите, Отец, чего бы мне это ни стоило, делай с моей жизнью то, что хочешь. Я очень хочу, чтобы ты получил стократный урожай через меня». Я помню историю, которая очень меня коснулась. Это была история Майка Пикла. Он рассказывал о том, как был в Египте. Господь дал ему какое-то поручение, и он сказал, «Да, Господь, я сделаю это». Тогда Господь очень четко ответил ему, «Майк, многие говорили, что сделают это, но никто так и не сделал. Многие говорили, что сделают это, когда я давал им это повеление, но никто не был мне полностью послушан». Смысл в том, что у вас есть выбор. Вы сами контролируете свою волю. Не перекладывайте на Бога то, что только вы можете сделать. Мы часто говорим, «Пусть все будет так, как хочет Бог». Но часто дело не в том, чего хочет Бог, а в том, что мы с вами решим сделать. Также важна наша готовность заплатить цену, то есть пойти на жертву. Услышьте меня еще раз. У нас осталось мало времени. Давайте продолжим говорить на эту тему. Основания мы заложили, а теперь продолжим. Мы говорили о том, что для того, чтобы иметь стократный урожай, нам нужно полностью отдать себя Богу. Мы должны быть готовы сказать, «Я даю тебе разрешение делать в моей жизни все, что ты хочешь». «По твоей благодати я выбираю повиноваться, как бы ни было сложно. Я буду это делать». Иисус сказал, «Если мы положим жизнь ради Него, то обретем эту жизнь». Мы говорим о непомерной любви. Только те из нас, кто непомерно любит Его, будут иметь стократный урожай в конце этой земной жизни. Давайте посмотрим на пророческую картину непомерной любви. Находится она еще в одном Евангелии. Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 по 9 стих. История о Марии из Вифании. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков». И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что смущаете ее. Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелия сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Об этом мы поговорим на следующей неделе. Разберем, что именно здесь произошло, и почему Мария взяла дорогое масло и помазала тело Иисуса. Это пророческий образ того, как мы с вами должны любить Иисуса непомерно. Если мы хотим принести стократный плод, то нам придется отдать Ему всю нашу жизнь. Когда Мария помазала Иисуса маслом, это было символом того, что она отдала Ему всю свою жизнь. Это время, когда мы не можем быть теплыми. Мир идет вниз, моральный климат ухудшается. И поэтому теперь, так как никогда раньше, Богу нужны Его избранные, которые будут ярко сиять. В книге Даниила сказано, что многие отпадут в это последнее время, и любовь многих охладеет. А Иисус сказал, что те, кто ведут других к праведности, будут сиять, как звезды. Церковь, Бог желает использовать нас с вами, чтобы привести многих к праведности. Он желает, чтобы мы приносили 100-кратный урожай. Возможно, вы никогда не отдавали своей жизни Иисусу. Но Бог желает, чтобы вы посвятили свою жизнь Ему. Как Мария взяла дорогое масло, а потом ее обвинили в растрате. А Иисус сказал, нет, нет, ее будут помнить всегда за ее поступок. Возможно, вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу. Не тратьте ее на удовольствие или на себя. Сделайте то, что сделала Мария. Отдайте всю свою жизнь Иисусу. Он сделает из вас что-то прекрасное и будет вас использовать, чтобы прославить Его имя. И когда Он вернется, вы получите огромную награду. Последними словами Иисуса были такие слова. Он сказал, «Да, Я приду скоро». Вы скоро встретитесь с Ним либо во время Второго пришествия, либо после Своей смерти. Не тратьте свою жизнь в пустую. Иисус любит вас, и Он очень скоро вернется за вами. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. Сейчас хочу дать вам еще большую возможность, возможность дать. Иисус сказал блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по Своей природе дается. Он так сильно полюбил нас, что отдал Своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо огромное вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа выходит в эфир. Спасибо вам, друзья, и шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогой Равин Шнайдер, мне 10 лет. Я хотел купить себе лего, но решил отправить деньги вашему служению. Отправляю вам 50 долларов. Желаю вам безопасных поездок и надеюсь, что вы сможете проповедовать Евангелие еще большему числу людей по всей Земле. Искренне ваш, Джейсон. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Идите благословение into your life. Идите благословение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу, узнавая еврейского Иисуса, как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина Керта «Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через ваше мобильное приложение. Читайте письма от Синтии и присылайте свои молитвенные просьбы. В следующей программе Равин Шнайдер продолжит тему «Потерянная жизнь» и расскажет о благословении, которое вы можете получить благодаря безмерной любви. Не пропустите следующий выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса».